Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ребенок потерялся 6 лет, и он отдал. Нашли его из Гарчаинского зуба. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 У него не было право забирать эти 20 лет. У Львии, 20 лет тому, человеку, который уже 60 лет, было 40 лет. Она принадлежит исторический порог. Она понимала, что она в независимой стране. Она мечтала, что она вступает в его жизни. 20 лет они избирают это право. Кому-то было 20 лет тогда. Они были как стали молодые люди. Они были студентами. Сегодня для молодых женщин, которым 40 и 50 лет, они понимают, что режим право не в силу. Режим право не в долю. Мы не имеем права для жизни. Мы солдаты. Мы сегодня военные. Мы эволюции. Вы важнейшие люди в истории этой страны. Мы сегодня, дорогие мои. Мы сегодня на Майдане. Мы сегодня на важнейшем окопе за всю историю Украины. Завтра без этого окопа Украины не будет. Мы будем провинцией або районом Путіна. Мы будем сидеть в этой стране и критике Путіна. Он будет указать, какие здесь должны быть деньги, какие здесь должны быть продажи. И я не хочу, чтобы так же, как сейчас Азаров призначает разом с Януковичем, губернатором из Макеевки, Янахьева, Хартийска, Донецка. Путін призначал губернатора из Терри, Саратова или Москвы. Мы этого не допустим. Это моя страна. И я буду вместе с вами. Однажды, руками, ногами, зубами. Витривайте шматки чьей страны. Слава Путина! Я должен бою троих дней с бою украинцами. Я должен вам не показывать моим внукам свой паспорт, украинский паспорт. Мы будем бояться. Мы будем рады, а мы и домой Украину. И останненькое, что я хочу вам сказать. Я в своей промове завжди закинчиваю двумя речами. Первое. Словами великого мого земляка Григория Саровича Ковальки. Прекрасные слова идут. Я забываю путь. Я набираю путь. Я беляю путь. Я бы нашу. Я думала, что путево, чтобы это не хранится. Я не хочу, что ты забираешься на путь. Я не могу. Это все вяно у меня. Я приеду не могу. Это депутатистов из коммунистических партий, которому нужно давно принять в Турлею. Не забудьте нам всегда про ее сплывание. Это министративная председатель Владимира Януковича. Это Зараза, это Янукович, это его министры. А эти люди, которые знают еще, через два года в Москве будет свидетель родина, как на кухне. Человек в дружине, буду говорить, на российский мозг, выплачаем. А когда к этим летам поедем отдыхать в Киев? В Киев. Знаете, як шо це буде, а це буде 100% где все будет, и не то, что и вы. Вы сердце Майдану, и вы не имеете права добиться. Серце не имеет права добиться, бо поможем всю Україну надією, больною, больною, мы выиграем всю войну. Мы выиграем всю войну. Мы выиграем всю войну. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Мы знаем, что свинью будет подкладывать к этой свинской владе, да? А сейчас тут с нами мистер Рибу про то, с которым мы вместе в 90-м году тут, на этом граните, чинили опера коммунистической банды и победили ее. Олег Кагибок! Доброй ночи, товарищи! Ну, как нам тут пикетуется? Правильно! Доброй ночи! Это большая нация! Украинцы могут за себя постоять! Украинцы должны себя захистить! Потому что мы, европейцы, мы нация не так! Украинцы должны быть господарем на своей земле! Это наша земля! И никто нам тут не будет диктовать тех условий, которые они хотят! Или это из Кремля? Или из Кремля? Правильно, товарищи? Вячеслав вспомнил! Вячеслав вспомнил! В эти первые годы, 90-е годы минулого столетия. Когда я вспомнил! Другого шевня! Мы вышли раненько из этих земных переходов. Это еще не был Майдан Независимости. И мы, молодые студенты из Киева, Львова, Запорожья, Харкова, Чернигова, Тернополя, Луцка, Одесса. Мы начали ставить тут наметы. Там я пригадую, где погрудья, даже не погрудья, а памятник. Засновникам Киева, Киевщенко и Харкова, Харкова и Либи. Мы поставили медичный намет. Там стояла охрана. И тогда никто не верил, что украинские студенты смогут построить свое право на жизнь в своей независимости. Тогда мы ставили вимоги, которые были просто фанатистическими. Тогда мы, молодые студенты, кричали, малювали, писали лозуми. Не к союзному договору. Тогда мы выступали за независимую страну. Нам говорили, что мы просто романтичны, но прошло не так много времени. И мы того добились. Мы добились украинской страны. Мы достигнули того, что Российский Союз был разрушен. Сейчас я сделаю. Эта сфера зла была уничтожена. В результате мы должны и сегодня, даже когда прошло 22 лет, так же понимать и осуществлять, какая бы была ситуация, какие бы даже фантастические требования мы не ставили перед собой. Мы достигнули того, что мы приехали. Потому что мы украинцы. И потому что то, что мы требуем, того требует весь народ. Я буквально несколько годин тому перегляну в нас в штабе новин, что показывают. Ну, конечно. Российские новини в своем репертуаре. Повністю перекручивают, переверчивают. Из нас делают шурки с рогами. Насправді все одно. Я думаю, что много людей, которые по всей Украине смотрятся в украинских землях, в украинском и на украинском телевидении, как исследуют наши события, все одно понимают, где есть брехня, а где есть правда. И смогут выделить зерно от половины. Это очень важно, товарищи. Очень важно, чтобы нация поднялась с колен. Очень важно, чтобы люди осуществляли. Это не борьба десятка людей, сотни, тысячи, десять тысяч, или даже сто тысяч людей. Это борьба всей этой нации за нормальное жизнь. За жизнью и жизнью наших детей. Правильно, товарищи? Вот так. Просто поднимай, чтобы звук пошел. Або я микрофон почиплю, может. Чи не, давай так. Посмотрите. Видите? Сцена. Видите? Майдан. Люди ходят. Багато людей. Багато политиков. Всех много. Ялинка на пів розібрана з прапорами. Партійні прапори висят. Классно, так? А теперь посмотрим, что тут. Там, где был студентский, женское мастерство. Там, где были студенты. Бачите, сколько тут политиков. Бачите, сколько охоронений. Он должен быть перед виском победы. Потому что победительная революция, в конце концов, завершилась наша победа. Правда красиво. А теперь осведомьте, что я хочу до вас донести. И до вас, и до политиков. Все таки розумные были. Когда у вас было 500 тысяч, как кричат сейчас. А где вы все теперь? Где? Где те машины, которые ездят? Почему они не стали тут на круге и не освятили все? Где эти студенты? Посмотрите. Посмотрите на их нарядочные облики. Они ходят и не знают, что делать. Где охрана по периметру? Вы видели тех девочек, которые здесь стоят? Они не знают, если будут их сносить сегодня, если будут их бить сегодня. Мы не будем транслювать сцену. Мы будем стоять тут. Хай на сцене стоять политики, и сами защищаются. А свет будет видеть, что нет. Украинцы уже кажут. Все, за кинец. Трансляция не остановится. Сеть бандитов! Мы обязательно должны переместить. Ганьба! 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 Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Банду, гей! Гейба! Д Общее, мы уже начали процесс стабилизации и фактически оживания этого майдана. Вы знаете, что там уже есть наметы в наметях уже потемцівigne complicado верва с жизнь. Но давайте на задание. Есть, есть, есть. Есть, есть, есть. Есть, 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 есть. Есть, 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 есть. Есть, есть, есть. Есть, есть, есть. Прошу, туда, подъедите, потихоньку готовим, людей. Возьмите в харчу, кто голодный, кто хочет чайочку. Процесс организованный. Скажите. Есть. Кто? Так, послушайте. Ваше запитание, не сприймите, что я до вас маю какие-то зауважения, но в данном случае ставить такие запитания – это невеликая провокация. Знаете чему? Да вы не некайте. Я вам, шановный панец, я вам говорю чему. Потому что на сегодняшний день створен штаб и на сегодняшний день есть полная координация. А. В середине парламентских партий «Свобода», «Узарба», «Девчина» полностью координуют свои действия. И у нас призначені люди, которые отвечают на всех направлениях. Например, в направлении работы с войсками. Есть одна человек из «Свободы». Например, это генерал Игорь Тенюк. Есть одна человек из «Удара». Не генерал, а адмірал. Есть одна человек из «Батьківщины». И они нормально между собой спорят. Есть строительный комитет. Люди, которые работают с предприятиями от нас, от «Батьківщины» и «Удара». И я вас очень прошу. Вы сейчас хотите… Вам так захотелось, чтобы кто-то был один. А вы не будете с мной сейчас сперечаться. Я вам сказал – не и все. Вы хотите по-своему, но по-вашему не будет. Будет так, как мы решили. Правильно, товарищи? Слушайте, ну не гнивайтеся, пожалуйста. Но я уже честно скажу, сколько раз говорил. Я понимаю, что все люди, которые занимаются политикой, они очень мудрыми. Я понимаю, что те люди, которые сидят в социальных сетях, они так же очень мудрыми. Они также очень мудрыми. Можем думать. Люди добрые. У вас, у каждого из нас, напевно, есть сотни пропозиции, что до того, как делать и что делать. И мы с повагой ставимся до ваших пропозиций и ваших думов. Но поверьте мне, если бы мы каждого слушали, каждую пропозицию, то мы бы разорвалися просто. Сейчас в данной ситуации очевидно. Визначенный единственный провод – это штаб национального сопротивления. Не гнивайтеся еще раз. Но вам понравится, не понравится. Такий штаб уже есть. Политические партии плюс громадские активисты. Может кто-то хочет сделать и может сделать по-другому. Нема вопрос. А второй раз сделать по-другому. Но сейчас есть так. Визначенные. Если уже такой штаб есть. Визначенные керевники. Вы за нас голосовали. А это самый лучший праймер. Вы нам дали право представлять ваши интересы в парламенте. За три оппозиционные франции проголосовали больше 10 миллионов людей. Ну, снова таки. Крути не верти. Но сейчас есть так. Раз есть так. Раз вы год назад проголосовали, дали нам тие мандаты. Дозвольте нам скористаться этим правом. И решить давать вказки. И без них верить вас. Мы несем ответственность за вас. Згода, товарищи. Наступный. Вы не думаете, что мы до вас не прислухаемся. Конечно, прислухаемся. Но вы можете только представить, сколько разных, причем деметрально противоположных пропозиции есть от громады. Тому завдание штабу – акумуливать и визначать, что на данный момент наиболее политично доцельно. Мы это визначаемо и рухаемся вперед. Сейчас нам очень важно, чтобы люди чётко выполняли тие указки, которые решили штаб. Если это будет, то будет наша победа. Если будет шарпанье, то появится анархия. Каждый сам знает, куда идти и что сделать. И тогда будет бардак, все завершится ничем. Поэтому для нас очень важно, чтобы была наша сгортованность. Следующая, товарищи. Я думаю, что в жизни такого не делал и никогда этого не сделал. Прошу. Прошу. Я же таки переставлю. Бери китайскую кушку. Прекрасное запитание жиночки. Что вы за рик сделали для народа? Нет, нет, вот сюда. Вы хотите, чтобы мы зараз вам портували, что мы сделали? Неоследно. Неоследно. Отповидаю тебе, жиночки. Шановная паня, а вы знаете какие повнования народного депутата? Я прошу. Я прошу. Если вы думаете, что народный депутат должен строить дороги, строить школы, вы легко помираетесь. Народный депутат, ну вы же мне задали вопрос, я отвечаю. Народный депутат должен обшорбить в вашем имени писать закон. Правильно? Это основная функция народного депутата. Это даже законавча власть. Яку, до речи, вы операли, но не вы, напевно, но ваши соседи, которые знакомы, так же же, Янукович, а Роман, наступный момент. Я вам расскажу за пракцией свободы. Мы за этот год 400 законодательных инициатив. Если вас интересует детальность, 7 грудня мы так планировали, мы сделаем в Киеве очень детальный звезд фракции свободы. И тогда вы придете, я сейчас не буду тут перед Вайтаном, когда революции рассказывать вам про эти законы. Знаете, из какой причины? Потому что кто ни кому сейчас не нужен. Если я не буду при владею, если при владею будет та банда, то все эти законодательные инициативы фактически можно выяснить. Наши задачи сейчас совсем и еще. Потому что если мы поменяем эту главу, если вы в связи с тем, что в Украине выборы проходят честно, а не с фальсификаторами. Вот тогда мы будем понимать, что все права, какие будут ухваливаться законы для всех людей. Я хочу сказать еще одну. Вы понимаете, что 15-го года это очень важный выбор. Знаете, почему они важны? Эти выборы очень важны на своей причине. Мы что? Опозиционные силы отрабатывают больше. Я, в принципе, не изменю кого-то в парламенте. Хотя, я думаю, вы уже знаете, что мы с вами говорили, что если они это сделали, мы должны прийти сюда на все, покаяться. При нас цель порвать эти клетки, и только тогда мы сможем что-то говорить. Запустили снова трансляцию, камера вылетала. Я хочу сказать, что ситуация, что может измениться раскладка сил в Верховной Раде. Вы сейчас расскажите. Мы были 15-го года. Нам нужно, чтобы снять дух нации. Если вы с вами перевернулись во время этих выборов, то украинцы чувствуют, что эту главу можно перемолотить. Послушайте. Вот стоит эта панель. Панель, вот вы вашими криками, что не можно перемогти владу. Что вы хотите сделать? Вы хотите, чтобы мы сейчас раз ужинались, а потому что владу не можно перемогти? О, правильно, нет. Доварищ, послушайте меня. Послушайте меня. Послушайте меня. Послушайте меня. Послушайте меня. Очи все настрои, поразки, они нам сейчас не в чем. Байдан, это мое быть. Байдан переможцев. Байдан украинской звитяги. Так вот. Нам нужна перемога на этих 5 кругах, потому что это поднимает дух и веру украинцев возможность перемоги над режимом. Наступне, товарищи, уже пришла информация, вона уже уприлюднена в засобах классовой информации, что по 94 округу, это у Бухгів Киевской области, одного из наших опозиционных кандидатов, снято с реестрацией и решением судов. Вот вам методы борьбы. Что я хочу сказать Кияна. Можем Шевченковский район, 223-й, то есть злощасный округ. Нашего кандидата Юрка Лерченко. Как Влада хочет всего разу фальсифицировать выборы? Дивите, что они придумали. В этом районе есть 22 установки. Они дали указки головным лекарям, чтобы они приняли на 14-15 годах хвори. А есть хвори. Каждый директор школы получил указку, потому что четыре директор школы получил указку. А потом, что указано? Они правы, они знают, и руководят. Каждый директор, установлен, получил указку. То есть, они штучно кладут в лекарне, которые контролируют. А, у них не важно, что эта людина между тем, что Дженкерского района включили микрофон. Сейчас будем тестировать. В этом лекарстве на 15-е число тысячи людей покладут. Главные лекари должны скласти список. Там в лекарнях створируется специальная фишка комиссия. И все эти люди смогут проголосовать звездно. Раз-два. Мы не будем мовчать и спостерегать, когда они будут чинить таки безправления. Если они пойдут на это ганебные порушения закону и фальсификации, каждая фотография, фотография каждого такого главного лекаря будет по всему городу висеть. Мы будем пикетовать их оселы, чтобы соседи знали, кто там живет. Если она не выполняет тиск, нужно про это сказать. И мы тогда вместе сможем этих людей защитить. Згода, товариство? Да. Ребята, давайте я быстро интервью дал, пока они не разбили вам покажем. Они уже где-то на подходе. Девушки, пожалуйста, выходите. на подходе. товариство? Да. Раз, два, два. Нема питань. Я Сашка очень хорошо знаю, увидимся, я его сегодня в штате. Я же ответил вам. Хорошо, я сейчас пойду. Шановные, что-то там выключаю, то включаю. Товариство, стоим? Боримся! И перемогаю вас! Слава Украине! Давайте, ребят, у меня надо группу готовить. У меня хочется отборствовать. И все, 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 Скажите, когда можно? Уже можно. Опа, атака. Может, так и... Ребят, всем доброй ночи. Говорим вам с Майдана. У нас поступила информация, что к нам идут обратно милиция та, которая просто хочет убрать Майдан. Смотрите, к вам просто большая просьба, как народу Украина, просьба приехать, поддержать свою страну и свой народ. У нас хоть и есть группа людей, но вы сами понимаете, лучше нам быть с помощью. И чтоб оказаться без жертв, а у нас мировая акция. Поэтому просим вас просто приехать поддержать массово. Просьба в основном мужчин. спасибо вам. Ждем вас. Илья Петрович. Вот вы можете субботы рисковать все которые raven мировая акция благословая Мы точно так же не хотели, скажем так, оставаться занятыми. И у нас те ребята, которые работают бездельно, хотели поддержать свой народ. Просто для охраны, а не для наступления и провокации. Ребята ехали из всех регионов Украины. Хотели просто поддержать свою страну и защитить их. Ну а так получилось, что ребят с автобусами, когда информация ушла, что они едут на помощь нашему народу, их остановили. И просто-напросто лидером нашей организации просто было задержано. И люди были в растерянности, что и куда, и кому помогать. Так что, просьба вам, товарищи милиционеры, те, которые задерживали, отпустите. То есть каждый грамотянин Украины имеет право на право своего голоса и на право взгляда своего. Поэтому будьте любезны, отпустите ребят, и пусть они исполнят свой год. Кременуют им преступную группу на главе, я не буду называть сейчас фамилию, надеюсь, что его отпустят. То есть те люди, которые стоят там за деньги и реально провоцируют народ, это хорошие граждане партии регионов. А те люди, которые реально едут за идею, получаются преступники, владыки банды и т.д. и т.п. Верьте к нам, люди, в общем, а нам надо идти и готовиться, обороняться. В.Знаши в Киеве В.Знаши в Киеве Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Потому что тут потихоньку. Вон, сейчас его сразу поставили. Тут где-нибудь. Главное, это столы. Там его поставили. Разобрали наш Майдан. Разобрали нашу Стеллу. Но мы помним, что здесь было. С чего начиналось. К сожалению, чем закончилось. Мы это будем помнить всю жизнь. И у нашей молодежи с этого дня началась история их новой жизни. Я думаю, результат для них был положительный. Хотя начался он с очень горького результата. Потерь, избиений. И потерь, главное, надежд. Они верили до конца, что власть не сможет все-таки поднять на них руку. И не будет таких издевательств, бесчинств, нелюдей, зверей. Который называется Бергутом. Это ненависть. У них сердце. Она разгорается. Хотя это неестественное состояние для нашей украинской молодежи. Возьми у меня рюкзап. Я хочу сфотографировать. Руки освободил? Удобно? Давай. Не прякнулся. Ты хорошо идешь? Все? У нас трансляция не идет. Я знаю. Не идет? Не. Подожди, стой. Поставь пока. Вон идет, могу. Не идет. О, пошла. Кто коснулся, он меня боится. Сейчас я подожду, сейчас я проверю. Пошел. 11.30 светится. Подожди, Богдан. У нас заре я проверю трансляцию. Идей, идей. Все нормально. Сфотографируй потом, скинешь. У меня фотографий вообще нема. Дайдешь ко мне. Знакомься, Владимир, на СТ. Там вся история. С первого дня. Наскнила нашу фотографию. Закручиваю на путь в обход. 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 Да, да, ничего страшного. Зато просмотры за... Да, давайте, витай. Жим. Я бачу. Ну, перегляди ты маешь на вас. Лучше двух. Угу, я бачу все. Добре. Давай, бо я якраз зараз теж люди чують те, що я з тобою говорю. Все. Давай. Покажи, покажи ще раз. Ой, Стюк, думаю, я не впевнен, що трансляція була. Тільки поставь його, поставь, зафіксуй. На ноги поставь. Уприй хотяби. Не дергайся. Все потрібно зафіксувати. О. Так, поотримай трошки в кадрі. Крупний план у микрофона. Крупний план у микрофона. Крупний план у микрофона. Чути нас? Там хтось пасив перевірити звук з микрофона, відпишіться, чи ви мене чуєте. Гелобу можuca з могофона акоішими чи месте з мал 해�út віде. Гелобу можців до нього навчання сподівається, чи ви мене. Через ця9 Himіла Зіп appрочат Sașвопрочатка Слवад,